Россия – это не только водка и медведи. Это мы разносторонняя страна, которая развивается. Но в Петербурге очень много динджеев. Очень. Очень много. Каждый третий динджеев. Девочек в процентном соотношении меньше. Естественно, к нам очень предвзятые отношения часто бывают. После того, как ребята слышат, как мы играем, они такие «Вау, девчонки, мы не думали, что это будет так круто». И даже были какие-то слова «Ой, эти модельки там играют». Нас очень часто путают с моделью. Да, ей уже, наверное, года два этой вечеринки. Она очень странно называется. Она немножко… Мы там поиграли с ассоциациями, и она называется «ПМС». И она расшифровывается, как «Погромче музыку сестра». Мы хотели кокетничать. В первую очередь с мужчинами. Наша задача была показать им, что по-настоящему мы тоже можем делать. И не знаю, с чем это связано, но часто мы сталкиваемся с тем, что наши знакомые, даже несмотря на то, что с нами общаются, они не все воспринимают нас серьезно. Сто процентов связаны с дискриминацией обоих. Однозначно. Правда. Потому что… Как вам сказать? Это как женщина, но руководящая должность. И с чем? Этого контента достаточно. А что касается такой более антерграундовой истории, обычно бывают подружки диджеев. Вот эта роль, как бы, она неизменная. И поэтому, ну, у нас, к сожалению, в России такой менталитет у нас во многих сферах. Идеально. Мы надеемся, что вот в этот, в июне, в июне у нас будет много сетов, чтобы зарубежная аудитория нас услышала. Мне кажется, что им будет хорошо. Да, им правда, им правда. Я думаю, что им очень понравится. И дело в том, что и нам понравится. Потому что у всех навязаны СМИ, я не знаю, как в других странах, мне кажется, что это так. Представление о России, возможно, что это достаточно опасная сторона. И это классный обмен опытом и знанием. Потому что люди приезжают сюда, и есть повод приехать и посмотреть, что это в России. КОНЕКИ-НЕКО.